Круг на Тукомской кольцевой. По одну сторону заправка, по другую автоплац. А между, по кольцу дороги, оживленный поток самосвалов, выезжающих и въезжающих со всех окрестных дорог. В Ригу и из Риги. Полные и пустые. Член правления компании Швенк Латвия Егор Голубов называет это карьерным бизнесом. И об этом новый выпуск программы «Открытые файлы». Открытые файлы. Мы едем с утра на свой карьер, работать эти возвращаются. Мы возвращаемся вечером, эти приезжают. Всю ночь работают нелегально. Все вырыто до основания, вон до самого леса. Больше и взять нечего, и земля тоже больше неиспользуема. К тому же это невозобновляемые ресурсы. Окрестности Тукумса, Марупе, Сауреши повсюду здесь либо копают, либо зияют котлованы, из которых вывезли весь песок. Гравий, доломит. Недры Латвии богаты минералами, и по всем правилам, желающие их добывать, обязаны пройти определенную бюрократическую процедуру и получить разрешение. Это требует и времени, и денег. К слову, некоторые нелегальные карьеры прикрыты разрешением на обустройство прудов. Но порой невозможно разобраться, на каком основании выдана та или иная бумага, так как для этого достаточно разрешения местной стройуправы. А вот заключение службы охраны природы никто не требует. Реально здесь никогда никакого пруда не было. Да и что будет потом, тоже никого не интересует. Появится тут пруд или нет, главное вырыть и продать. Еще одна сторона проблемы – строительные отходы. Зачастую огромные бетонные плиты, куски асфальта, обломки херпича, стекла. Оказывается там, где еще недавно были карьеры или планировалось обустроить пруд. Если мы хотим засыпать карьер, то должны обязательно зарегистрироваться, отчитаться, что именно засыпаем и заплатить налог на природные ресурсы. Нелегальные конкуренты делают то же самое без документов и почти бесплатно. Посмотрите объявление на ССО о доставке песка или доломита. Там же за запятой говорится о вывозе строительных отходов. Отлично отработанная схема, когда доставляют песок, а обратно везут мусор. Открытые файлы обзвонили 10 таких объявлений и только в двух местах сказали, что вывозом стройотходов не занимаются. Услуга очень востребована, так как нелегалы берут плату только за транспортные расходы. Если это делать официальным путем, то вывоз смешанного строительного мусора обходится в 50 евро за тонну. А если в кузов бросают асбесты, шифер-то уже 200. Масштабы проблемы признают и в службе охраны природы. За последнее время там зарегистрировали 90 нарушений. Закон позволяет применять к нарушителям 10-кратную ставку налога. На практике же такое происходит редко. Чаще всего нарушители отделываются штрафом за несоблюдение правил использования недр Латвии. Его потолок 400 евро, для физических лиц в два раза меньше. Неудивительно, что за весь прошлый год удалось взыскать всего 46 тысяч евро. Подробнее слушайте в программе «Открытые файлы», которые выходят на латвийском радио по четвергам в 12.30. А также слушайте нас на удобной для вас подкаст-платформе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...